В этом видео хотелось поговорить на тему синих аватарок с какой-то девушкой, либо с другими персонажами, короче, вот главные самые в такой синей обработке, которые сегодня очень многие ставят на аватарку своей странице во ВКонтакте. Лично я увидел такие аватарки в старом добром ВК, хоть и тренд пошел вообще не оттуда, но с другой стороны, если и судить, где в принципе вообще ставить такие аватарки. Понимаю, можно еще поставить в инстаграме подобные аватарки, но ставить такие аватарки в каких-нибудь тиктоках и прочих соцсетях, где ты просто проводишь свое время, друзья твои не знают о том, как ты записан в тиктоке. Тем более еще и следить за обновлениями аватарок в тиктоке. Ну и кстати, я знаю отличное местечко, где ты сможешь себе найти новых друзей и просто круто провести время. NextRP. Большой комьюнити и стабильный онлайн. Здесь ты сможешь найти для себя товарищей, с которыми вы будете вместе проводить время в игре. Вступай в клан и становись бандитом. Участвуй в войнах кланов и ходи на разборки. Большой выбор недвижимости, куча квартир, коттеджей, деревенских домиков, особняков. Много внутриигровых развлечений, казино, рыбалка, охота, бойцовские поединки, гонки, ролеплей. Переходи по ссылке в описании и скачивай игру по моему промокоду. Хоть и многие твои одноклассницы, я уверен, фрексят на переменках под какие-то новые тренды в тиктоке и снимают это, соответственно, все в тикток. И все одноклассницы подписаны друг на друга в тиктоке и лайкают абсолютно все тиктоки друг у друга. Но все же тикток рассматривается как просто ремесло, которое может дать тебе популярности, а местечко для публикации фотографий, видения личной страницы, все же здесь предпочтение падает либо на ВКонтакте, либо на Инстаграм. Именно поэтому этот тренд и перекочевал его ВКонтакте, где в принципе я с ним и познакомился, но появился он далеко не во ВКонтакте. Вполне возможно, что его тоже увидели именно эти аватарки во ВКонтакте. Ну и сразу же в моей голове возник вопрос, когда я увидел несколько подобных аватарок, что это такое, что за тренд? Ну и давайте сперва разберемся в одном моменте, откуда это вообще все пошло. Думаю, что в этом никакой сложности догадаться не будет, что тренд пошел из тиктока. Сегодня все подобные тренды идут именно из тиктока. Ну и сразу же хочется вспомнить мем «Ой, так нравится», который как раз и завирусился в тиктоке. Хотя это из записи, где Полина Майер, так зовут эту девушку из мема, если кто не знал, где она вообще так-то пародировала просто стримершу Карину. Изначально это видео было опубликовано аж в далеком 2016 году. Да, этот мем «Ой, так нравится» просто является пародией на стримершу Карину. Но чтобы это заело в головах у людей, оригинальное видео изменили. Потому что на оригинальном видео Полина Майер достаточно спокойно и долго рассказывала о том, что ей нравится, делая это в манере стримерша Карины, и оригинальное видео на мем, ну, вообще никак не претендовало. В итоге вырывает момент «Ой, так нравится» и сами понимаете еще какой момент, начало которого со слова «долбиться», ну вы поняли. И сделали сам мем в 2019 году, но завирусился этот мем только в 2021. Да, благодаря тиктоку, что-то старое, которому уже много лет, а я напоминаю, что так-то эту песенку сделали еще в 2019 году, именно готовый мем. А сама запись и вовсе была опубликована в 2016 году, и вообще только в 2021 сам мем и завирусился. Тут просто идеально подходят слова, рано или поздно. Все же этому было суждено походу завируситься, даже несмотря на то, что прошло столько лет. И с этими фотографиями в такой обработке абсолютно то же самое. Потому что фотография была опубликована еще в 2017 году, и опубликована она была не просто так, как обычная фотография, а эта фотография стала обложкой альбома рэпера Фейса. А на самой же оригинальной фотографии, от которой пошел сам Трент, изображена девушка Лиза. В эту девушку был сильно влюблен рэпер Фейс, но чувства у них были невзаимны. В результате, как это сегодня и модно в рэперских кругах, рассказать о своих больших чувствах через свою музыку, что в принципе Фейс и сделал. Годы шли, а я напомню, что альбом с этой самой фотографией вышел в 2017 году, и на протяжении достаточно долгих лет фотография не вызывала никакой заинтересованности среди аудитории. Но буквально недавно, сегодня у нас 2021 год, в ТикТоке вирусится видосик, связанный с этой фотографией, и просто пошло-поехало. ТикТок это отличный показатель, что если у вас что-то не получается, допустим, у вас не завирусился какой-то мем, который, как кажется вам, просто офигенный. И вполне возможно, что это действительно именно так. Честно говоря, не знаю еще, какой просто пример привести. Что-то у вас не завирусилось, в конце концов, не завирусились ваши видео, на которые вы тратили свои силы, и вам кажется, что они невероятно крутые. И это вовсе не означает, что все, и больше они никогда не завирусятся. Вполне возможно, что просто пройдет много лет, возможно, очень много лет, и какой-то ваш юморной видос, либо вы также зададите тренды фотографий когда-то просто в будущем. Ну и, конечно, вы сделали этот видос только сейчас, но трендом оно станет, возможно, спустя только годы. Проще говоря, верьте в себя. Пример тому отличный, и это сама девушка Лиза на обложке альбома Фейса. В 2017 году на это даже и не обращали внимания. Уж точно, кто и ставил это на аватарке, то таких было очень мало, а сегодня, спустя столько лет, сейчас взглянув в комментарии какого-то известного паблика ВКонтакте, там просто поголовно, у всех подобные аватарки, ну ладно, не у всех, просто у многих такие аватарки. И, конечно же, не остановились только на том, что стала конкретно эта девушка Лиза трендом, и все ставят только ее на аватарку, нет. Еще также делать свои собственные фотографии в такой стилистике, где размещают каких-то своих девушек, таким образом даже догадались сделать проявление своих чувств к этим девушкам, которых и размещать на аватарке в такой обработке. Ну и на них девушках не остановились, размещать, например, Шрека в такой же обработке себе на аватарку, еще видел Путина с такой же обработкой. Фантазий на тему такой обработки очень много, поэтому не все так ограничено, как может показаться на первый взгляд. Ну и поэтому, чтобы также не отставать от трендов, я решил также разместить фотографию подобной обработки у себя на страничке ВКонтакте. Ну а как считаю я, хороший момент, чтобы напомнить вам о существовании моей страницы ВКонтакте. Добавляйтесь ко мне в друзья, я добавляю абсолютно всех. Если что, на это количество подписчиков не обращайте внимания, просто мне их кто-то накрутил. Ну а в комментариях под этой самой фотографией можете погибать ваши аватарки с вашими девушками, возможно, в подобной стилистике. По возможности постараюсь пролайкать абсолютно все комментарии, если, конечно, их не будет слишком много. Вполне возможно, там будут изображены ваши девушки, которые, возможно, вам нравятся, и как считаю я, что это отличный и весьма оригинальный способ признаться им в своих чувствах. Ну либо же не обязательно, чтобы Na'Vi была именно та самая девушка, которая вам нравится, может вы также сделаете какую-то подобную аватарку, поставив туда Шрека, например. В любом случае, ссылочка на мою страничку ВКонтакте находится в описании под роликом. Ну и касательно самого тренда, что вообще можно о нем сказать? Просто очевидно, что так будут делать в основном только школьники, которые подхватывают подобные тренды. Сказать, что это как-то плохо, я не могу, потому что я не понимаю, что в этом такого плохого, а плохого тут на самом-то деле нет ничего. Как бы без тренда в подобных синих фильтрах явно обрабатывали многие свои фотографии, чем-то зашкварным явно такие фотографии не были. Ну а сейчас, когда это уже стало популярно, когда будут обрабатывать теперь подобным образом свои фотографии, найдутся, конечно же, те, кто будет недовольны, которые скажут, что тренд полной фигни, а фу, такие аватарки ставить, и это связано с тем, что просто есть такие люди, которые не любят, когда что-то становится популярным, его начинают ненавидеть за то, что оно просто стало популярным. С большой популярностью приходит и большой хейт, от этого никуда не деться. Аксиома. Вспоминая, какие мы там ставили фотографии, лично я, конечно, не ставил такие фотографии, но многие мои знакомые ставили. Припоминаю этот снэпчат, где было много кринжовых масок, в принципе, так и сейчас. В годах 16-18-х всякие фотографии с масочками снэпчата стояли у очень многих на аватарках, а в целом на странице было много фотографий, которые были обработаны с помощью снэпчата. Да и даже сейчас можно найти такие аватарки, если, конечно, их поискать, и их сейчас намного меньше, и это всё по простой причине, что снэпчат просто загнулся сейчас и не актуален уже. Вот прямо уверен, что сейчас пойдут слезы ностальгии по снэпчату. И этот снэпчат это еще не настолько омерзительно, как фотографии всяких забивных шкил, которые тоже раньше были очень популярны, хотя в принципе и сейчас это еще все достаточно популярно, но уже наверное не так, как было раньше. И сравнивая те фотографии, где школьники себя закрывали лица каким-то смайликами демонов фиолетового цвета, и они могли выставить на его в принципе только такую фотографию, как бы все. Меня, кстати, только одного раздражает этот фиолетовый смайлик демона, и когда чисто общаешься с незнакомым человеком, можно только с помощью этого смайлика определить, сколько плюс-минус лет этому собеседнику. Ну потому что только 12-летки будут пихать этот смайлик везде, где только можно, ну еще потому, что этим смайликом пользуются и многие те, кто не являются 12-летними школьниками. Но они не пихают этот смайлик в каждом сообщении, не делают статусы с этим смайликом, и фотографии с таким смайликом не размещают. И конечно, если ты прямо совсем крутой, ты помимо таких фотографий с прикрытым лицом с помощью смайлика демона, писал какие-то бодрянские цитаты. Вот, например, нашел фотографию, где красуются такие подобные фразочки, как «Моя самооценка выше, чем твой потолок в квартире», таких как «Я фиг найдешь». Ну и еще, как правило, эти школьники одевались по тренду «Покупай себе паленые столники». Ну и в итоге страницы в ВКонтакте просто превращались в сплошные альбомы подобных фотографий с бодрянскими цитатами. И поэтому, глядя на такой тренд, где эта безобидная девушка на фотографии и обычная синяя обработка, я даже стал верить в нормальные, адекватные в какой-то мере тренды. Согласитесь, что лучше пускай стоять на аватарке эта девушка, чем фото с цитатами «Ау», всякие забивы, школьники, одетые в паленые столники. Еще, как правило, любили подрисовывать себе на подобных фотографиях синяки, кровь, все это делалось для такой напряженной обстановки. А еще, помню, даже целый отдельный тренд с этими фотографиями, где на разных часах тела были синяки, особенно было популярно это под глазами. Где были красивые синяки под глазами у девушек, и такие фотографии чаще всего ставили себе именно девушки. И сравнивая тренд с этой обычной фотографией под синим фильтром, на фотографии может быть какая-то девушка, либо какой-то Шрек и прочее, это разве ли не лучше всяких забивных страниц, которые особенно раньше были сильно популярны. Ну а сейчас в кругах школьников такой вот тренд. Ну и, конечно, если говорить за каких-то взрослых школьников, кто уже вышли из подросткового возраста, а про взрослых ободавно, им это все будет попросту неинтересно уже в силу возраста. Хоть и я, конечно, поставил себе такую аватарку, как говорится, исключение все равно есть. Хоть и в плане цвета аватарка отличается, но все равно понятно по какому-то тренду. Но все же факт остается фактом, что большинство будет уже попросту на это все равно, ведь именно за всеми подобными трендами следят как раз в подростковом возрасте. Но когда уже становишься совсем взрослым, будучи совсем в старших классах школы, тебе на подобные тренды становится как-то все равно. Поэтому и основная часть, за счет которых и форсятся подобные фотографии, это как раз школьники, которые активно следят за всеми этими трендами, как это делали и мы в свое время, когда даже обсуждали каких-то YouTube-блогеров, какие-то прочие события, происходящие на YouTube. Теперь же нынешние школьники делают в принципе все абсолютно то же самое, но источником основных трендов стал теперь TikTok. Лично я не узнал об этом тренде из TikTok, а по одной простой причине я не смотрю TikTok. Но из-за того, что я сижу во ВКонтакте, я с такими аватарками конечно же сталкивался и мне все равно приходилось разбираться, откуда пошел же этот тренд. И конечно как минимум, чтобы сделать этот видос. А был бы я каким-то 12-летним пацаном, я уверен, что я увидел бы этот тренд уже в TikTok. Ну и конечно все равно я пошел бы выяснять, откуда именно пошел этот тренд, но прикол в том, что я бы узнал об этом из TikTok, никак не из старого ВКонтакте. Порекомендую тебе мой прошлый ролик про худшие интершкольников, про первского шестиклассника, пришедшего в школу с оружием. Если ты не смотрел, крикай по какому-то из двух окошечек и смотри. Либо нажимай сам понимаешь на какие кнопочки, чтобы этот ролик продвинулся, а для большего продвижения скинь его своим друзьям, чтобы они также узнали, откуда пошел этот тренд. Ну и для окончания напиши свой комментарий.